Максимико уперлись, Байкал же ближе есть. Носятся эти вазики с китайскими туристами. И все можно было лицезреть. Первый же день, к нам пришли местные. Сейчас мы смонтируем все сюжеты. Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире большое интервью на телеканале АТВ. Мы, к сожалению, в таком, или к счастью, наверное, в такой необычной локации. А все почему? Потому что очень много желающих попасть к нам в эфир. И вот мы, ни одна из студий не смогла сразу всех вместить. Ну и я, наверное, буду представлять гостей. Начну с тех, кого помню. Мария Подмоциренова, министр туризма Республики Бурятия, соорганизатор фестиваля Байкальская миля. Сергей Мальцев, организатор фестиваля. И Дмитрий Хитров, тоже организатор фестиваля Байкальская миля. Ну и говорим мы сегодня, как ни странно, о Байкальской миле. Мероприятие закончилось. Понравилось? Мне кажется, всем понравилось, на самом деле, не только участникам и зрителям, но даже нам. Которые не получали там удовольствия, работали над этим. Все было очень круто. Можно даже констатировать, что мы совместно с Бурятий подарили стране, честно, всему миру подарили мировую гонку. Но вот по поводу понравилось, с точки зрения зрителей, у меня на самом деле вопрос. Потому что мы там походили, поспрашивали, не все были довольны. С точки зрения того, что не видно дорогу, не видно гонщиков, непонятно, что происходит. Как-то это все вот так вот, какие-то загонщики. По этому поводу какие есть мысли, предложения? Нет, предложения-то на самом деле разуть глаза и посмотреть на, во-первых, прямую трансляцию, которая у нас там велась со всех доступных мест стартов и спаддока, и вообще везде, везде, везде. Проявить немножечко терпение, дождаться пока все гонщики с парада выйдут к людям, то, что и случилось у нас, и оно фотографируется, наобщается, можно было посидеть практически на всем, все потрогать, пообщаться в том числе с знаменитыми блогерами, гонщиками и так далее. А вот если всех пустить к нам в пит-зону и падок, то тогда уже ничего не получится, гонка закончится, и все, и все это получится. Ну да, на самом деле это же не выставка, это здесь все-таки пилоты и сами готовятся, готовят свои транспортные средства, и, соответственно, желание там людей сделать селфи или вообще даже, что хуже всего, сесть в машину, это совершенно недопустимо. Это первое. Второе, все-таки, если смотреть нелогичные мероприятия, например, тот же самый Бен-Эвиль, то там намного дальше проходит это все. Люди запасаются биноклями, за год покупают билеты себе, чтобы попасть туда, там порядка 100 тысяч зрителей приходят, есть бинокли, смотрят, как проносят там техника и прочее. Вот здесь у нас, например, Драговая, так называемая короткие дистанции. Одна восьмая, которая, да? Да, там мы построили и трибуны, и все можно было лицезреть, ну, как вот Живаго. То есть это... Это, соответственно, самая динамичная часть мероприятия. То есть там, где можно посмотреть на парные заезды и увидеть, как человек там стартует и так далее. А если мы говорим на рекордные заезды на одну милю, ну, просто если вдуматься, то весьма сложно придумать какое-то место или какую-то технологию, которая могла бы позволить посмотреть весь заезд с начала до конца. Мы сами их ни разу не видели. Но на экранах это все было видно в той степени, в которой это возможно. А сейчас мы смонтируем все сюжеты из дронов, со специальных всяких устройств. Мы посмотрим, вроде, камер 360, которым мы уже засняли, шикарный сюжет драгрейсинга с спортбайка с вертолетом. Прям ровненько они шли всю дорогу. Вертолет выиграл на, по-моему, 6 км в час всего лишь. И это все дико интересно. Это все будет питать всех энтузиастов скорости, не побоюсь этого слова, мира и привлекать их на следующие мероприятия. Поэтому зрителям просто надо чуть-чуть разобраться с тем, что там происходит, что это не праздник, это не там, я знаю, байкальская рыбалка. Там в лунку можно посмотреть. Там можно посмотреть. Нет, почему там уже слово рождено, и там в команде нельзя прийти. У нас же в Бурятии, я не знаю, заметили вы, не заметили, но довольно дружелюбные и общительные люди. Им же хочется вот сразу подойти, посмотреть, задать вопрос, открутить гайку, унести на сувенир. На самом деле, мы в первый же день к нам пришли местные такие, типа, говорят, ну, ребята, мы здесь местные. Мы их сначала не пустили, а на второй день мы по прописке их пускали, честно. Впадок. Впадок пускали. В нарушение собственных правил интересов, но нам стало чуть-чуть о них тоже обидно. Я думаю, что люди здесь находятся, и вот где они. И мы такие, эх, посоветовали с гонщиками, с нашими, с участниками, они говорят, их много будет, мы такие, немного, ладно, запускайте. Вот, а 29-го уже, когда мы подготовили совместно с Министерством туризма замечательную программу и с танцами, и с песнями, и со всеми делами. И, самое главное, парад, в котором каждый участник с огромным удовольствием принял участие. И дальше спасибо Росгвардии, они нам подрасчистили вместе с нашими ребятами, с маршалами коридорчик. И вся эта техника, от велосипеда до огромные аэролодки. Кстати, фура гонялась или нет? Я ее так и не видел. Конечно. Видел, что стояло, но не гонялось. Гонялось все. Мы сами были удивлены, насколько некоторые вещи быстро гонялись. Есть такая штука унимота. Это когда одно колесо и лыжи. Наш друг из Москвы построил, из клуба подонки поставил реактивное унимота с двумя ракетными соплами, с каким-то безумным звуком взлетающего истребителя. Он, значит, катался. Я вдохновил нескольких участников наших на следующий год делать реактивные транспортные средства. Так что зрители, те, кто дождался и не стал сразу на нас злиться, что мы их не пускаем к сокровенному, а подождали, собственно, парад и дальше подождались гонок и увидели, как мы это все постарались для них сделать. Я думаю, что все остались все-таки довольны. Всегда довольны есть везде. Ну, это понятно. У меня тут встречен тогда вопрос или даже, может быть, предложение возникает. Ну, может быть, и в том числе к Министерству туризма. Мероприятие, ну, в этом году уже реально мирового уровня. Там 114 команд со многих стран приехали. Честно, для Бурятии, ну, это такая диковинка и даже, может быть, некая дикость. Может быть, начать готовить заранее зрителей, уже воспитывать их. То есть, ну, вот говорить, что, ребят, придите бинокли, я не знаю, там, запасайтесь термосами, мангалами, там. Ну, какие-то вещи вот так прописывать прямо, да? Что взять с собой на... Термосов и мангалов. Там все замечательно, скейтерингом было. Да, там было питание, организованное, Бурятийский район очень четко все организовал по питанию. По биноклю согласна, мы будем заранее форматировать. Ну, то есть, такой список must-have, что нужно на байкальскую гонку. Да, да, и учитывая то, что Максимиха, с точки зрения уличной диспозиции, так скажем, не совсем готова для стоянки машин, да, и мы понимаем, что там были нюансы по расчистке от снега, да, там все-таки у нас снежная зима достаточно. Учтем все замечания, может быть, даже ближе там к пляжу где-то сделаем парковку, потому что, ну, нельзя парковаться на льду Байкала, вот как бы в том плане, что для массовых машин... Серьезно, вы сделали все, что могли, честно, я на многих, Сергей, мы объехали там большую часть мировых мероприятий подобного склада, уровня, и так далее. Вопрос логистики, вопрос доставки тел до места – это везде одна и та же большая проблема. Люди к ней просто должны с ней смириться. Легендарные гонки на острове Мэн, которые проходят по трассе вокруг острова, люди встают пораньше, едут, занимают места, потому что в 8 часов утра дороги перекрываются, и никто почему-то не говорит, что как же так они дороги перекрывают. Конечно, там же идет гонка, как они могут быть открытыми. С этим просто надо немножечко подождать, чтобы люди привыкли и поняли, что мы это делаем. Во-первых, у нас же прям целая доктрина родилась в этом году, что у нас мероприятие должно быть А. Первое – безопасным, Б – это экологичным, С – это у нас должно быть фановым, веселым, а уже Д – спортивным. Поэтому вот с этой доктрины, когда люди сживутся, они поймут, что безопасность у нас превыше всего. И когда люди заходят в падок, в тот же самый, у нас каждый гонщик, каждый участник команды, перед тем, как получить бейдж участника, по которому можно зайти в падок, он подписывает бумагу отдельно составную, что он прослушал тьюториал, который мы вместе с Сашей Старостыным, Сергеем, два часа им рассказываем, что надо делать, как себя надо вести. Это людям, которые в теме, люди, которые в индустрии гона. Да, потому что это все-таки лед. Это лед. Это не земля. И это шипы. И это все возможные последствия. И человек, как себя неадекватно ведущий, может просто печальные последствия привести. Вот чуть назад отмотаем по поводу того, что встают пораньше, едут, занимают места. Чего вы в Максимиху уперлись? Байкал же ближе есть. А я расскажу. Ой, это было интересно. Потому что было много комментариев, почему в Максимихе. Я встал в 5 утра, чтобы приехать к 10 на пресс-подход. Красавчик. Да, уехал туда за 240 километров. В итоге, чего в Максимихе? Есть же ближе Байкал. Ну, слушай, во-первых, нам нужен вообще необходим лед, на котором можно устраивать все это. Соответственно, здесь у нас получается так называемый залив, где у нас лед ложится достаточно ровно, без каких-то... Достаточно глубоко. И достаточно глубоко получается. И лед там, ну, то есть порядка 80 сантиметров, если не больше. Мы со специалистами из ГИМСа. Мы несколько площадок выбирали два года назад, когда готовили эту площадку и Турку смотрели. Изначально... То есть, если Турка была, это вообще... В районе особой камешской зоны, там, где парковки, у нас, в принципе, есть, да, и дороги... И плюс ветер. После первого же совещания с ГИМСом, они сказали, мы вам запрещаем делать в Турке, там всегда идет становая трещина. Раз. Дальше мы поговорили с местными жителями. Из Бургузинской долины идут там ветра два. Турка отмелась сразу. Ближе, соответственно, ну, это все в районе Турки. Следующей приличной, подходящей для нас точкой стала Максимиха, потому что это, во-первых, Бургузинский залив. Нам с тобой сначала понравилось там, где вообще нет жилья. О, да, да, да. Нам больше нравится. Дальше там вообще идеально и красиво. А Кабанский район рассматривался, ну, то есть, Иркутская трасса. Там идет очень массированная застройка. Да, там, наверное, слегка было бы полегче с жильем, но, во-первых, там менее... Там тоже хоть неплохой лед. Но там нету святого носа и вот этого вида, когда у людей слезы текут из глаз, когда они в первый раз видят. Здесь что будет? Мы увидим эту косу застроенную, хорошую воду, там, может быть, условия получше, но ощущение... Байкала не будет. ...безумной красоты Байкала, вот этой, когда люди реально плакали. Люди взрослые, которые приехали на мероприятие, они смотрели на это. И видавшие виды. И видавшие виды. Сейчас меня захейтят в комментах, а что не Альхон, что не Иркутская сторона вообще, в принципе. Здрасте. Здрасте, министерство туризма Бурятий. Но так или иначе. А так получилось. Так получилось, да. Прямо это, ну, так Байкал, походу, решил. Мы сюда приехали. Я скажу, как это получилось. Это получилось благодаря Алексею Самововичу. Сто процентов. Потому что он в прошлом году, в сентябре, наверное, да, позапрошлом, получается, позвонил, сказал, вот, контакты, ребята, надо связаться. Они организовывают гонки на Беневиле. Почему бы, как говорится, у нас здесь. У нас здесь, да. У нас здесь, да. Ну, участники, да. Давай, говорит, здесь. Мы вышли с этим предложением. Ребята приехали, говорится, сказали идею. Мне она тоже сначала показалась какой-то сумасшедшей, потому что, как, какие гонки, как это вообще все, Байкал. У меня тоже сразу такое немножко настороженное отношение. Это же Байкал, это же экология, да, это же все. Думаю, что они кто-то, мы вот... Да, потом, когда уже в момент подготовки, организации были учтены, вот, все там, экологические патрули, и этих регламентов, и уборка, и безопасные герметичные туалеты. То есть, мы полностью со всех сторон, как бы, подошли к этому мероприятию, в первую очередь, с точки зрения защиты экологии Байкала. Мы когда в первый раз сюда с Сергеем приехали с этой своей немножечко безумной, на первый взгляд, идеей, и мы просто увидели, что местная администрация, местному, скажем так, местному руководству не все равно. Ага. Это так прикольно. Откройте тайну, кому надо позвонить в Бурятии, чтобы организовать событие, которого никогда нигде не было. То есть, я ехал обратно, три часа, все в машине спали. Я ехал, думал, ну, ладно, ребята организовывают второй год подряд. Байкальская миля, кому они позвонили, и как они объяснили, что мы будем гонять на Байкале на каких-то, там, не на стандартных даже машинах, да, не на лыжах, не на коньках. Мы привезем агрегаты, и будем на них устраивать годы. Кому надо позвонить? Слушай, мы, на самом деле, мы с Димой уже лет по 20 в этой индустрии достаточно известны в этой области. Сергей, там, восьмикратный чемпион, пяти или восьми, короче, мира и окрестностей по кастомайзингу. Это постройка индивидуальных проектов в автомото-теме. Я занимаюсь 15 лет организацией. Вывел нашу страну в то, чтобы мы представляли Россию на кастом-шоу и довел российский кастом-шоу до того, что наша страна впервые стала чемпионом мира. Это какую он создал конкуренцию внутри нашей страны, чтобы мы стали чемпионом мира. У нас есть достаточно... Очень скромные гости. Когда я вас до эфира спрашивал, говорю, ребята, расскажите о регалиях. Организаторы фестиваля, ой, окей. У нас на самом деле достаточно знаний, опытных и друзей наших единомышленников, которые как бы и помогли нам правильно донести свою идею до общественных масс, которых у нас сейчас 114 единиц техники приехало. И самое главное, что мы эту идею каким-то образом транслировали руководству Бурятии, и они подумали, вроде ничего. Причем все, каждый из участников, знаешь, ну что такое в нашей области, кастомайзинг, гонки, это, ну а чиновник, просьба, не мешать. То, если говорить об администрации Бурятии, то они прям шагнули на новый уровень, помогают. Это фантастика. И помогают, и это прям, неужели так у нас в стране возможно? А потому что, потому что реально помогают раз, и, ну, у нас, у нас про Иркутск, нет, честно, я в том году, после мероприятия. Я, нет, я сразу. Серега вообще строго. Я думаю, что же, я рассказываю. Нет, мне вообще говорят, Иркутск, я съездил, Малое море, красивейшее место, вопросов нет. Идеальный лед, идеальный. Есть два, нет, три вопроса. Во-первых, довести нашу технику на фурах, то не получится, это ледовая переправа, которая поступает, не выдержит. Раз. Два. Нету ощущения самого большого озера в мире. То, что залив... Конечно, это большое, красивое озеро. Таких в мире, слава богу, огромное количество. И третье, самое главное, это, опять же, безопасность, наш пункт номер один. Все Малое море, это большая 150-тысячная полосная дорога. Там носятся эти уазики с китайскими туристами в произвольном порядке. Там ездят местные жители, там ездит туристов огромное количество. Оградить... На проезжей части. На проезжей части, гигантской. Оградить площадку, сколько у нас, 3 на 3 километра, 3,5 на 3,5 километра, там нереально. Это надо выставить через каждые 50 метров пост охраны, который будет стоять. Ну, это невозможно. Здесь у нас вольница в этом плане. Потому что мы просим местных ограничить передвижение в зоне, скажем так, гонки. Мы ставим наших маршалов, которым просто огромное спасибо. И мы гоняемся без мысли, что сейчас нам на перерез выйдет 10 уазиков с удивленными китайскими туристами. И вот эти три фактора, они абсолютно делают невозможным проведение подобного мероприятия, подобного фестиваля в Иркутске. Так что вполне себе разумный ответ на этот вопрос. Ну и потом, я на самом деле не думаю, что прям такой вот теплый прием. А еще мы любим Гурятию. И все, и народ. И этим все можно сказать окончательно. Хорошо. Давайте про экономический эффект поговорим, если он уже есть. Наверное, какая-то оценка уже была. Нам предприниматели, и Алексей Циденов уже упомянул там свои речи на открытии. Он сказал, что мы подняли низкий сезон. Ну, фактически в Максимихе, потому что никого нет зимой вообще, это не секрет. В это время, вот точно никого нет, потому что в основном все на 10 дней новогодних каникул приезжают, да. Ну, там какая-то часть, наверное, рыбалка в Иркальске, когда она проводится именно на этом побережье. А такого, конечно, крупного мероприятия, к тому же, привязано конкретно к этому месту второй год уже, да. И люди забронировали гостиницу там еще с осени, с лета. Сейчас бронируют на следующий год. Про следующий год мы поговорим, там у меня тоже есть. Да, мы посчитали так, в примерном, там еще, конечно, идут досчеты, порядка 8 миллионов заработали предприниматели Баргузинского и Прибайкальского района. За неделю? Да, за неделю и за 5 дней. Конечно, самое основное было это продажи питания на 29 число, это размещение с 22-го почти по первое, да, ну, кто как жил там, кто 22-го, кто 26-го, там, 25-го. Плюс сувенирная продукция, транспортные компании, да, которые привозили участников, да, это и каршеринг у нас здесь, ребята сразу с Москвы бронировали. Там не достались машины. В машины все не достались. В смысле, то есть машина в прокат или? В прокат, все машины разобрали. Да, и это уже, ну, тот показатель, да, почему мы, почему мы вообще соорганизаторы, почему мы работаем над этим мероприятием, почему мы доводим его до экологически безопасного уровня, потому что в первую очередь это экономика местных жителей. Это весь общепит с Баргузинского района был представлен на зрительской зоне, да, и... Вкусно было. Да. И лошадки там катались, это тоже местные, там, они даже окупили всю свою дорогу туда и обратно, сами приехали. А что лошадки не гонялись? Это следующее время. Вот, а еще... Чувство трассы могло занять слишком много времени. Еще, еще очень весело было, мы когда приехали, ну, то есть осматривать отели, и там смотрят, низкий сезон, и как раз наши даты, и там как раз, ну, такая эмоция. Потом мы уже, мы когда арендовали целиком полностью отель, вот, у нас высокий сезон, а мы вам... Я говорю, так это мы сделали. И надо понимать, что в Турке, в Горячинске, в Гремячинске, в Усть-Баргузине, ну, естественно, сама Максимихов вся была забронирована, оверблокинг, был те гостевые дома, которые могут принимать зимой туристы. А надо понимать, что у нас их достаточно мало, ограниченное количество, и сейчас, я так думаю, что предприниматели, которые занимаются размещением туристов на Вайкале, будут думать и уже доводить свои средства размещения так круглогодичному приему. Какая камера работает? Да, в принципе, все должны работать, я не знал. Ребята, размораживайте свои гостевые дома летние, ставьте сюда буржуйки, потому что людям реально хочется приехать, а жить абсолютно... Ну, вот мы говорим там, в будущем, может быть, предприниматели. Будущее у Байкальской мили какое? Хотя бы ближайшее. Скажем так, все команды, прощаясь с нами перед отъездом, примерно делали это так. Они жарко, горячо нас обнимали и говорили, мы в следующем году такое привезем, вы с ума сойдете. Иностранные гости, коих было немало в этом году, сказали, что это лучшее место для гонок, которое они видели когда-либо, что их друзья уже им пишут, что как же вы, гады такие, нас не взяли с собой в это увлекательное путешествие. Я думаю, что мы сделаем это еще более интернациональным мероприятием. Я думаю, что мы не будем радикально его увеличивать. Не надо. Надо, чтобы... По количеству участников? Надо планомерно расти. Не надо. Потому что сейчас у нас, чтобы было понятно, за один год рост в четыре раза. Ну да, да. В прошлом году там что-то в районе 25, да, по-моему, участников. Ну, там, к 30, да, сейчас 14. Причем в каждом сегменте. Если мы сейчас продолжим эту динамику, то мы лопнем. Да, сейчас, на самом деле, лучше поработать на следующий год над качеством мероприятия, над качеством техники, над тем, чтобы у нас и все-таки людей действительно разместить как можно поближе. И там уже дальше, вот, ну, год... Отсев начнется, да, вот это все, ты не проходишь. Ну, мы сейчас 30 команд отсеяли. Обязательно, а очень легко. Как бы, команды, не проходящие регламент, они автоматически отсеиваются. Если у человека из картера течет масло, то он отсеивается. Да, он отсеялся на погрузке, скажем, что нет. Знаете, если человек не удосужился поставить чеку, которая останавливает мотор при падении или там, при заваливании, он отсеивается, потому что это безопасность наша. Ну, как, естественно, без ави... И никто не обижался. Одна машина, да, по-моему, разложилась у вас в этом году? Зато как! Я не видел, как она разложилась, я видел, когда ее уже возили. Это было роскошно абсолютно. Это ребята из Новосибирска. Опытнейшая, грандиозная команда. У них настоящий был тракстер, настоящий по мировым категориям. Там, 2000 лошадиных сил. Падок великолепный. Вот такие вот. Это, которые с парашютом ездят? Да. Все, я понял. Да, то есть ребята, которые нацелены на результат, на шоу заряженные, но они никогда не гонялись по льду. Их все расчеты оказались как бы не совсем правильными. Но поскольку это суперпрофессионально, они во время гонки, как и должно, как нам изначально предполагалось, они начинали это исправлять. И на каком-то из своем заезде, да, их там раскрутило, что-то у них там вылетела какая-то деталь там пластиковая. Но было круто. Вам сейчас у камеры глаза не видно, а там мы говорим восторг. Классно. Ну и теперь о машинах, собственно говоря. А, нет, не о машинах, а об экологии тоже не простят. Иначе мы уже тут говорили, упоминали, что экология на одном из первых мест. Я, когда там ходил по Паддаку, я все облазил. Я приехал, наверное, самый критичный журналист, который туда приехал, и, да, вот Мария Борисовна знает, я с утра прям начал доставлять проблемы. Я облазил все там. Место заправки увидел, там помост этот деревянный с подстилом, туалеты, мусорки, места для курения. Все облазил, но все-таки. Кто потом убирает это все и как это убирается и насколько это? Марта, вас приглашаю в пресс-тур. Мы поедем туда, посмотрим, как на самом деле все убрались. Полностью организована уборка туалетов, откачка. К славу Богу, сейчас ее отчистные запустили уже в Максимахе. И Альянс полностью работает над уборкой мусора. Мусора было действительно очень много. Контейнеры в конце первого, утром первого, да, они были все. Но ни один мусор не лежал. Лежал-лежал один мусор, мы развернули уехавшую команду. Они оставили такую кучку, не кучку. А вы ее развернули, чтобы она собрала. А как еще? Подходим еще в культурмультуру в одном месте, где уехал автодом. Мусор аккуратно сложен в мешочки. Раз, 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 бутылки. Посреди Байкала. И так лежит. Мы говорим, далеко уехали. Да вот мы там еще до Туркини доехали. Разворачивали. Вот они приехали, а я и забыли. На самом деле люди все, кто собирается на подобные мероприятия, кто проделывает такой долгий путь, тратит свои нервы, силы, деньги и свои эмоции, они вменяемы в основе своей. И мы с Серегой, когда свою пламенную речь на брифинге произносили, они говорят, ребята, мы должны действительно бережно относиться. И они нас слушали. Очень хороший пример у нас. Один из таких уже, ну, за два раза нельзя стоять легендарный. Но тем не менее, таких основных крутых гонщиков. Миша Миша Миша. Можно сказать, постоянный наш гонщик. Попонат. Вот он вечером снимал в номере сапоги свои гоночные. И утряхивал из них по 20 окуркам. Потому что он нервничает курицей. Ну, естественно, где-то какие-то моменты были. Но у нас, что все маршалы, мы с вами когда видим, ну, что-то нам вообще тяжело поднять и выкинуть. Где грязнее было? В падоке или в зрительской зоне? Нет. Не, ну вот так, если оценивать. Это экологически. А вот от семечек очень много. Шелухи? Нет. Вот стояли, вот мы когда стояли на сцене все, я такой смотрю, а там толпа-то была. Ого. Я думаю, вот мы своих-то предупредили, а как людей-то сейчас после них как добирать? Мы прошлись. Все. Полные мусорки. Все нормально. Вот семечки только. Ну, а от семечки ничего никакого вреда, это органические. Ничего плохого не было. Это все сейчас. Хотя тоже надо не на сне к семечке, а для китаурной. Нет, на самом деле все очень культурно. У нас два человека были поставлены, мы закупили специальным абсорбентом, специальным бакзотом. Два бойца с лопатами, ломами, которые должны были в случае чего зачистить, засыпать, высыпать, заателизировать. Вот они вот так вот три дня опершились на эти ломы, простояли, посмотрели гонку. Ни одного обращения. Нет, ребята на самом деле молодцы. Это прямо, по примеру, бановили вот эти семечки, фактически как банок, вот на когда-то какие-то работы с машинами провели. Некоторые даже вообще изначально. Ну, они уже сразу, видимо, кто опытный, они сразу расстилают. Выходят, да, смотрят, что у них все нормально. Очень культурные команды. Мы реально всем жутко благодарны, всем нашим ребятам, что они вот так вот с пиететом, с таким обратились. Нормально, мы же записи, все, все, все мерзли. Погода вновь свои коррективы, камеры замерзли, мы замерзли. Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях был Сергей Мальцев, организатор фестиваля, и почитайте в интернете, там легали, я думаю, не на одну страницу. Дмитрий Хитров, также организатор фестиваля Байкальской Мили, Мария Бутицаренова, министр туризма, рефилитика Бурятии, соорганизатором Байкальской Мили. Мы сидели на прекрасной Октябрьской стрит и разговаривали про Максима Хабиловича и следующий год. Шикарный февральский, марта в Октябрьской. Спасибо большое, что приехали, что приехали еще тогда, два года назад, подарили нам какой-то фестиваль скорости, приезжайте еще, ждем видосов, где посмотреть. Спасибо, что понимаете. Спасибо большое. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова